Вы рассчитались на крокодил-бегемот, и все у нас будут играть, Николай Юрьевич, Сергей Борисович, Екатерина Юрьевна. Вот, крокодил, крокодил, ага. Выйдите, пожалуйста, до крокодилы. Неважно. Нет. Жизнь и Олимпийские игры. Так, выбирайте себе раба. Ну, быстренько выбирайте, иначе вам не достанется. Ну, хватайте скорее. Сережа, а что ты стоишь, как пень? Тебе не досталось, Ника? О, все разобрались? Возьмите меня в рабы кто-нибудь, пожалуйста. А, тот что, у тебя есть? Нашелся раб? Хорошо. Так. А что, ты один остался? О, молодец. Мне жаль, что я не могу быть именем твоим рабом. Ты кто там? Крокодил был? Не могу быть твоим рабом, надо вести эту бодягу. Вот ты стой, завидуй, находись в рефлексивной позиции, ничего не получится. Так, значит, уважаемые крокодилы, у вас серьезная задача, вам необходимо надеть на себя сейчас убеждение руководителя по поводу того, как надо правильно управляться с подчиненными. Вот, ваш подчиненный раб, он должен понять, что в жизни бывают всякие ситуации и готовиться к самому худшему. Вот в такой вот антологии, значит, нам необходимо сделать что-то полезное для нашего сообщества, да, открытого университета Сколково, для прогнозирования, ну или для того, чтобы просто развлечься, потому что вы же, наверное, волевой руководитель, уважаемые крокодилы. Вы понимаете, что произвол, воля – это наши, как бы, важные свойства, и поэтому вы должны сейчас в течение трех минут заставлять, как бы, своего раба делать что-то путное. То есть раб не может возражать, он должен стараться. Переживите, пожалуйста, момент старания того, что вы этому руководителю. Так, если раб не старается, убежал и так далее, вы можете его наказать и мучить еще три минуты. Так, внимание, вы даете задание сейчас. Что? Вы кто, крокодилы? Ты крокодил? Нет, раб, как бы, выполняет правила игры, то есть ваша задача по-японски, да, им не говорят спасибо, им говорят старайся. Уважаемые бегемоты, уважаемые рабы, старайтесь, старайтесь удовлетворить своим крокодилам, очень агрессивным людям, в противном случае страшно подумать, что случится. Уважаемые руководители, я повторяю вам, вы можете принести пользу нашему сообществу, процессу прогнозирования и так далее, и дать задание какое-нибудь осмысленное, а можете просто приколоться. Вы же, уважаемые рабы, получайте удовольствие от того и другого. Вот, пожалуйста, время пошло, даем задание, начинаем выполнять. Можно распределиться по аудитории. Гена в рефлективной позиции смотрит, что происходит, кто жулик. Вот, хотелось бы, чтобы видно было вашу начальственную роль, чтобы все происходило, как бы. Так, ну что там у вас? А, на веревочке вы бродите? Отлично, хорошо. Так, еще, вот я вижу, здесь выполняется работа, безобразно функционирование. Вообще, никаких вообще спортивных, воспитательных функций, ничего, никакого толку нету. Так, стоп, пожалуйста, в стране произошла революция, и рабы и господа поменялись местами. Так, у вас есть три минуты на то, чтобы сформулировать, уважаемые рабы, восстали, и теперь у вас есть возможность отыграться на своих работодателях, если вам они не понравились. Итак, рабы восстали и стали хозяевами. Время пошло, рабы восстали и стали хозяевами. Так, стоп, закончили, пожалуйста, рабство и хозяйство. Кто не успел, тот. Так, садимся, пожалуйста, мы дальше с вами занимаемся. Вот. Друзья мои, какая рефлексия этой игры должна произойти с вами? Первое, что вам больше понравилось? Как ни странно, очень многим людям нравится больше быть рабом. Если у вас это не так, ну отлично. Мы должны с вами отрефлектировать, что мы в какой-то момент жизни можем попасть и на ту, и на другую функцию. Поэтому попробуйте проанализировать, как это у вас получается. С удовольствием выполнять совершенно безумные некоторые распоряжения, а некоторые очень приятные. Значит, то есть проживите эту ситуацию, потому что она очень полезна. Так, друзья мои, мы заканчиваем нашу с вами вот как бы длинный разговор про убеждения. Вот рядом полезных убеждений, которые вы можете, вы видите их сейчас на экране, вы можете каждый добавить себе еще полезные какие-то. Самое главное убеждение здесь записано первым. Мы с вами все родились и выжили, несмотря на трудности, несмотря на судьбу. И мы здесь все вместе находимся, веселые, здоровые. Вселенная была к нам дружественна. И мы с вами все здесь. Когда нарушено это убеждение у человека, очень трудно одновременно быть ему отцом, матерью, господом Бога, дружественной вселенной. Поэтому соизмеряйте свои силы, когда начинаете утешать людей, у которых разрушены основания позитивных убеждений. Так, следующую презентацию можно попросить? Значит, ну и нормально, следующую презентацию я потом покажу тогда. Мы начинаем с вами работать. Мы с вами более-менее разобрали тему, какие мы в информационном плане. То есть где у нас полезная информация, где у нас мусор. Ага, спасибо большое. Как мы устроены? Мы не будем сейчас опровергать это убеждение, будем рассматривать только это как убеждение. Дело в том, что конфликты в значительной степени связаны не сколько с убеждениями, в скобках мыслями о том, как должно быть, а с чувствами. И вот смотрите, мы с вами только что попробовали сделать такую работу, заменить свой интеллектуальный мусор на полезные убеждения, вычеркнуть много обобщающих слов, вычеркнуть ловушки, все закрыть и застроить, разогнать тараканов в своей голове. И куда мы пришли с вами к просветлению? Да не очень. Дело в том, что есть риск, рационально так поступая, как мы только что с вами упражнялись, выкинуть вместе с водой еще и ребенка. А вот этот внутренний ребенок, да, ценный для нас, очень важный, это чувства, душа, наши с вами эмоции. И все то, что реально отличает одного человека от другого. Такой, знаешь, феномен, уникальная душа человека. Мы можем быть сколько угодно, типологически похожи. Но ценность наша, это совокупность наших душевных переживаний и, в общем-то, раскраски нашей любви. И вот у нас с вами конфликтология совершенно непохожая будет на конфликтологию интересов. Что такое конфликтология интересов? Ну, это бизнес договоренности, обозначение интересов моих, твоих, выделение области, в которой мы можем договориться, и договоренности. Мы постараемся рассматривать эту тему сегодня поглубже. Прежде всего мы обратимся к себе и посмотрим, как нам поработать с агрессией. Вот у вас такая есть анкетка, на нее надо сейчас мысленно ответить самому себе. Понятно, что наш мир полон агрессивных высказываний, действий, да и войны у нас что-то на планете не прекращаются. Поэтому агрессия есть, а вот применимо к себе. Попробуйте ответить на вопрос анкеты. В какой форме проявляется ваша агрессивная энергия? Ну, ведь одни орать начинают, правильно? Повышать голос, брызгать слюной. Другие в драку лезут, третьи еще как-то себя ведут. А вы как? Ну, придумали вы форму более-менее, ответили себе честно на вопрос, не надо ее мне сообщать. А то мы тут сейчас заполним это помещение разными формами агрессии. И как мы потом будем работать? Вот и посидите с ней. В какой форме она у вас проявляется, в такой и хорошо. Теперь давайте вот как про ту тетеньку, которая все хотела похудеть, да? Ну, если она у вас в какой-то форме проявляется, как вы справляетесь со своей агрессивной энергией? То есть исправляетесь ли? Ну, то есть вот когда человек наорет или как бы морду полезет бить, он не справляется со своей агрессивной энергией. Он ее выплескивает. А вдруг вы справляетесь? Ну, и посмотрите, как можно отвести вообще эту агрессивную энергию, например, от близкого человека хотя бы. Вот пришли вы, раздражены ужасно. Как вы это делаете? Какой способ? Какой канал отвода? Ну, вот интересно, что учительницы, вот когда семинар был с учителями, меня очень удивили. Конструктивное рациональное решение было, ну что, если уж совсем плохо, пойду полы помою. Очень хороший способ. А другие в тренажерный зал пошли и эту всю агрессию выбросили в железо. Ну, отлично, кстати, потренировались, мышцы размялись и так далее. Ну, и так далее. Дальше. Смотрите, важный момент. Вы подавляете энергию или даете ей выход? Ну, если подавляете, вот счастлива она потом либо фонтаном выплеснется, либо вы внутри себя всего отравите. То есть понятно, что надо давать и выход. Но опять же не в мордобой. То есть просто пока констатируйте. А у меня вот так. Писать ничего не надо. А теперь вот важный вопрос. Наконец мы взошли от уровня аналитики на уровне чувств. А вы как относитесь к тому, что вы агрессивны? Может, хорошо? Или с презрением? Или пожинаете плоды? Ну вот. Теперь опять извиняться и делать все очень много хорошего. Определитесь, пожалуйста. Это очень важный момент самоопределения. Как вы относитесь к тому, что с вами происходит, в общем-то, как вы думаете, помимо вашей воли? А может быть, по вашей воле? Определитесь. А теперь посмотрите. Вот было четыре вопроса. Четвертый вопрос. Был ли для вас сложнее, чем остальные? Трудно было обозначить свое отношение к агрессивной энергии? Хорошо, если трудно. Почему трудно-то? Что в этом такого отличного от всех других вопросов? Ну, последний вопрос, вот седьмой вопрос, наверное, самый ключевой. Восьмой уже так, обстоятельства. Седьмой вопрос. Есть ли стандартная модель проявления вашей агрессивной энергии? То есть вот этот сюжет, ловите его сейчас, его надо рассмотреть, как это происходит. Сюжет. Как проявляется ваша агрессивная энергия? Кто тут еще бегает вокруг? Какие обстоятельства? Как это оформляется и чем заканчивается это на уровне чувств? Сюжетик надо этот свой иметь в виду, потому что не знаешь, как устроен сюжет, его невозможно сломать и как-то утилизировать. Что? Да, сложно, но это нужно и делать. Это не важно, что сложно. Вы знаете, прогнозирование вообще очень сложная техника. Во-первых, надо собрать адекватную команду. Что за паразитическая коммуникация у предослушателей? Вы понимаете? Дело в том, что мы с Сергеем Борисовичем имеем совершенно разные позиции. То есть он о темах, а я о людях. С точки зрения людей, развиваясь и выходя на уровень самоактуализации, ведра с головы лучше снять. Опять же, не двигаться в туннеле, который ты не сам построил, а так сложились обстоятельства. Погибнуть на этом фронте можно. Тут Сергей Борисович прав. И так, зная, что у вас есть стандартная модель проявления вашей агрессивной энергии, ну, по крайней мере, оцените ее красотой и наслаждайтесь ей, если не хотите выходить. Но не носитесь с ней, как ужас, кошмар, сейчас со мной это и произойдет. Ой, уже происходит. Вот это очень смешное отношение к сюжету. И мы переходим потихонечку к другому. Последний вопрос относится не к вам. Есть ли люди из ситуации, которые способствуют проявлению агрессивной энергии? Это очень важно, это ключ к вашему сюжету. Обычно портал в свой сюжет происходит либо через человека, либо через ситуацию, в которой вы уже были. А в этой ситуации, как мы с вами разбирались с моментом убеждений, можно перекодировать свои убеждения, посмотреть, а как же это можно с другой стороны, как нам Клер говорила. Давайте с другой стороны на нее посмотрим. А может быть, нам можно через верх выпрыгнуть, а может, нам кто-то зонтик кинет, мы поднимемся и так далее. То есть очень сильно. Что? А может быть, нет. Поэтому получается, что отвечая на эти вопросы, мы работаем с собой. Мы работаем с тем, куда девается агрессия, как она. Это ситуация, которая всегда с нами. Мы можем ее переписать. Так же, как мы можем в прогнозировании будущего переписать сюжет будущего, который нам не нравится. И потом наполнить ее, наполнить это своим содержанием. То есть, как говорит Владимир Африканович Никитин и Андрей Пуаревок, прожить этот сюжет, эти мысли, как свои. Дальше едем. А, ну вот еще возможности удержания гнева в руках. Посмотрите, пожалуйста. Это очень смешно. Найдите себя. Ну, у нас есть ужасно темпераментные атомы. Вот это очень хорошая ситуация. Они хотят всех повесить. Есть такие люди. Подумайте, как можно с ними справляться. Или как вам вести себя, когда он попался такой. Или вы сами такие. Ну, тогда вам не надо. Все разбегутся. На самом деле, гораздо более опасные люди, которые в своей агрессии ведут себя, как скрывающие и удаляющиеся. Характерным приемом нашего общества, особенно в образовательных учреждениях или муниципальных, не дай бог, являются мученики, которые играют в игру «бедный я». Если вы сидите в сюжете или в убеждении «я готов вами заняться», тут вы и пропали. Как только вы увидели мученика, найдите себе другое занятие. Это американская классификация. Дальше. Ну, понятно, вспыхивающие. Это легкие люди. Надо первый раз не попасть к ним под удар, а потом выскочить. Контрнаступающий, очень интересно. Это сидит, сидит такой на диспуте. Молчит, молчит, а потом-то скажет. А вы уже не ожидаете, вы уже на белом коне, у вас уже все хорошо. А они, оказывается, желают страстно вас сейчас обидеть, у них все это скопилось и так далее. то есть еще есть люди, которые говорят, а вот вы еще тогда на первом такте нашей дискуссии сказали. Боже мой, он уже давно прошел, уже седьмой идет. Но тем не менее. Ну, а также раздраженные и управляющие. Управляющие эффективная позиция. Если вы знаете первопричину своего гнева, вы можете с ним работать. Если вы знаете свой сюжет, вы можете как бы этот сюжет скорректировать, открывать ему дверь или нет. Если вы знаете себя и не знаете противника, вы один раз проиграете, а другой раз победите. Если вы не знаете ни себя, ни противника, не победите никогда. Сказал Сунзи. Сегодня мир агрессивен, полон конфликтов. Надо уметь оборачивать эти конфликты в свою пользу, в свое удовольствие или хотя бы не получать от этого разрушающие энергетики. Самое забавное, что когда мы пытаемся разрешить конфликты, мы сразу обозначаем вместо сущности конфликта свою собственную обиду и приступаем к обвинениям. Это напоминает мгновенную драку. То есть еще не произошло никаких событий, а мы уже торопимся срочно нанести удар. Первый пункт у морды может быть хозяин. Поэтому мы нарвемся на ответный удар. Как можно поспособствовать разрешению любого конфликта, включая конфликты личные и конфликты интересов? С первым пунктом у грамотных людей современного мира проблемы нет. Обычно достаточно легко выделить сущность, особенно если вы готовы к разговору. Под бизнес-конфликтом понимается здесь выделить интересы. Тогда сущность конфликта будет понятна. Например, поглощение одной фирмы другой. Гораздо более серьезная ситуация возникает с тем, чтобы вы были открыты, когда слушали. Это вообще не понимают. В тот момент, когда человек слушает другого, он думает о том, правильно ли он сказал и сформулировал сущность своей проблемы. То есть удалось ли ему донести то, что он еще опасен, и поэтому не надо с ним связываться. В тот момент, когда надо открыться. Как ни странно, в конфликте гораздо лучше открыть свое беспокойство и неуверенность. Если это серьезный конфликт, в котором вы хотите добиться серьезных решений. Тут вот несколько случаев было, когда людям не обличенным статусом, а лишь выполняющим какие-то серьезные городские мероприятия, организации, фестивалей, ну и прочие такие вот вещи, которые очень большой геморрой по организованности, очень маленькая прибыль, серьезная как бы беда с сомнительными спонсорами и так далее. Вот таким людям приходится выстаивать, то есть они харизматики, ничего не получают, выстаивать против бандитов, которые требуют от них денег, возможности участия в мероприятиях и так далее. В этом плане гораздо лучше открыться, чем изображать несуществующую крышу. Теперь достаточно известный в конфликтологии прием, надо критиковать проблему, а не человека. Вообще-то и обвинение надо выкинуть. Что такое критиковать проблему? Это значит обозначать, что она случилась, всячески как бы развивать позицию о том, во что она может вылиться, насколько это опасно, что это за проблема в ее следующем шаге и как жаль, что она имеется. В данном случае, критикуя проблему, нападая на то, что вы попали в такую ситуацию, критикуя ситуацию, вы по крайней мере активируете своего противника на то, что он тоже будет думать о том, что надо с этим что-то делать. Тогда в ответ на это он может открыться, а может и нет. И в этом плане уважать чувства своего собеседника очень трудно. Но это единственный случай справится с личным конфликтом. Дальше. Необходимо нести ответственность за свои действия. То есть, если вы в начале конфликта наорали, нахамили, нарушили все правила, вы берете на себя ответственность за то, что конфликт не разрешен. Более того, желательно сообщить об этом своему оппоненту. Вот это такие простые очень вещи, мы с вами обязательно это сыграем, чтобы посмотреть, что происходит на том самом деле, в котором мы бесконечно с вами живем. И все-таки главной задачей, которая сегодня поставлена, это умение открыться в тот момент, когда ни мы сами, ни наш противник не ожидает этого. И под влиянием вот этого катарсиса с одной стороны можно решить конфликт и получить какие-то ну рациональные или иррациональные преобразования этого мира к лучшему. Ну смотрите, какие бывают автоматические реакции, блокирующие общение. Это то, чего полно в нашей жизни. Приказы и команды. Мы все этим страдаем. Что на это место надо поставить? Просьбу. Нельзя ставить в группе, даже если вы руководитель, а ну-ка давайте, все бегом побежали. Вопрос, Сережа? Дай микрофон. Раз, раз. Работает. Такой почти полувопрос, полукомментарий. А вот тут два указанных приказа и команды. Вы сказали, заменить на просьбу. А возможно, заменить на предложение. Ну, просьба и предложение. Вот такая аналогия. С предложением легче не согласиться, чем не выполнить просьбу уважаемому тобой человеку. Поэтому предложение можно, но у нас сейчас вот как бы ситуация такая часто в менеджменте. начальник, желая соблюдать западные нормы коммуникации, делает тебе предложение. Но предложение это не повод действовать, а просьба, повод, если ты уважаешь этого человека. Существует космический закон. Если можешь сделать, сделай. И в ответ на просьбу ты можешь получить отказ. Ну, как правило, этот отказ связан с тем, что человек не может выполнить твою просьбу. У него есть значительные ограничения, в том числе по его возможности. А на предложение очень легко ответить нет. Притом, если ты в руководстве делаешь предложение, это не управление. Сетевое управление возможно. Тогда делается предложение, и люди разбирают. В чем особенность такая нарождающегося сетевого управления? Вот у нас элементы его есть в группе Санкт-Петербургская школа сценирования. Как это происходит? Вот здесь вот Алексей важную вещь заметил, но это к теме управления предыдущей. Подвешивается предложение. Так как группа постоянно взаимообменивается своими компетенциями, всегда найдется тот, кто это предложение схватит и будет делать. А то и двое. Ну, вы представляете, какой уровень доверия нужен? Предупреждения и угрозы. Я не знаю, как от этого избавиться. Всю сегодняшнюю лекцию я завуалированно вас предупреждаю и угрожаю. Хотя знаю, что частично это блокирует коммуникацию. С этим вопросом я не очень ровно стою как бы на данной лесенке. Что? Нравоучение проповеди еще одна любимая мое занятие. Я только и делаю это сегодня. На эту тему хорошая цитата из Мартина. Как вы смеете угрожать королю в присутствии его королевской гвардии? Королю 12 лет. Я не угрожаю. Я учу уму-разуму племянника. Если этот человек скажет еще одно слово, убейте его, а вот это угроза. Вы поняли разницу? Вот на самом деле смотрите хорошие возможности дает коммуникация в конфликте. Когда мы действительно открыты перед другим человеком и страстно желаем обе стороны этот конфликт разрешить. Например это личный конфликт между двумя друзьями или в семейной паре. Если есть истинное желание его разрешить, в этот момент смотрите какая глупость звучит норовоучение. Например на 10 лет старшего мужа своей молодой жене. Вы понимаете что всю открытость это разрушает. То же самое у местной проповеди вступившей в конфликт мамаши одного из пары, которая расскажет вам как это было еще в запрошлом веке. Вот сильно вам конфликт улучшит. Дальше советы и готовые решения. Это все используют в конфликте когда появляется третья сторона. То есть человек оперирует к своему опыту и говорит послушай да у меня так было ты в этот момент вообще на следующий день домой не приходи и пусть она помучается. Вот вы сильно конфликт личный разрешили. Еще сюда впутали и следующую сторону которая дает готовые решения которые не годятся. Понимаете особенность истинного личного конфликта состоит в том что с помощью клише готовых решений он не решается. Примером такого поведения совершенно блестящего было в прошлом нашем курсе в игре позиции Израиля. Вы помните как прекрасно у нас команда Израиля сказала а вы знаете мы буквально принесем себя в жертву на рождающейся новой религии. Так вот это решение не очевидно. Вы поймите что чем конфликт близок к прогнозированию. Решение конфликта оно это тайна. При начале вы не знаете какое будет решение. если вы носитесь как списанной торбой с какими-то готовыми вещами у вас не получится ни прогнозирования ни решения конфликта. Дальше доказательства и логические выводы. Мы находимся с вами в конфликте к сожалению с применением часто спонтанной агрессии чувств любви ненависти и так далее. и нам здесь рациональные выводы и доказательства не нужны совершенно. Вы только испортите ситуацию, когда начнете логично доказывать, что ничего такого вы не делаете, в чем вас обвиняют. Это только усугубит ситуацию и человек перестанет вам верить. А вы находитесь в открытой позиции, потому что вам одному из участников конфликта до зарезу надо его решить. А второй еще думает открыться или нет. Пожалуйста. Все-таки тогда не очень понимаю, как же в конфликте себя вести, потому что до этого сказали, что надо критиковать проблему, а как критиковать проблему опять с позиции чувств, но это так и будет опять фонтан идей. Все-таки мне кажется логически как раз надо как-то подходить. Нет, имеется в виду, что доказательства и логические выводы не подходят для обращения к оппоненту. Вы можете говорить, ну что ж, логика наших событий такова. Мы вот сначала были вот здесь в этом такте проблемы, мы каким-то образом ее решили, но теперь все обросло еще большими противоречиями, прибавилось еще 18 человек, которые влетели в наш конфликт, и сейчас мы находимся здесь, так мы можем вести себя. Но обращать как бы логическую рациональность, ну что, доказал я тебе свою правоту? Вот смотри, у меня есть 6 аргументов, что ты не должна была так себя вести. Вот что имеется в виду. Здесь имеется в виду уже парный личный конфликт. Поэтому в рамках того, что у вас обострились отношения и испорчены чувства, понимаете, личный конфликт это когда испорчены чувства. Здесь рациональность не поможет. Если конфликт рационален по содержанию, да еще обе стороны готовы выслушивать логические доводы, то это и не конфликт вовсе. Да. Это совершенно точно. Очень интересно смотреть на картинку, когда два человека, но мы же с вами коллеги, помните мы протоколы, мы же с вами коллеги, умные люди, пытаются в конфликтной ситуации вести логический спор. Хороший пример мы с Екатериной Юрьевной в паре. Можем четыре часа не работая, иди сюда, здесь отсюда будешь разговаривать на моем микрофоне. Дорогая, ты совершенно не несчастна, у тебя вообще все хорошо, подумай только сама о своей жизни, ты получаешь хорошую зарплату, у тебя хороший муж, пять минут так. Так, смотрите, то же самое, это очень быстро мы проходим, понятно, что в момент как бы переговоров даже, которые касаются серьезных онтологических оснований выговоры человеку, независимо от того, маленький это ребенок, младший партнер или старший, невозможны, почему все эти вещи провоцируют закрытие и капсулирование энергии у противника. Ну, знаете, вот есть еще такие вещи, которые очень свойственны конфликтам в школе, в учебных заведениях и так далее. Когда мы не можем решить конфликт с тем, кого учим, начинаются обзывания и высмеивания, особенно это хорошо проявляется, в кавычках хорошо, в младших классах, когда учитель со своей позиции позволяет себе высмеивать ребенка, который, в общем-то, ну, пусть он учится на двойке, что-то не сделал, не подготовил, но вариант высмеивания вызывает у него еще большую агрессию, потому что его унизили перед классом, а он, между прочим, знает, что в этом классе он пользуется определенным авторитетом только в другом смысле, и когда учительница при всем классе над ним издевается, получается серьезная штука. То же самое практикуют люди в личных конфликтах, которые пытаются с помощью своей сатиры юмора задеть своего партнера или партнершу по поводу того, что мол, да-да, так я и поверил тебе, а с тем ты тоже встречалась, потому что по работе. Вот эти вот все вещи, они на самом деле все тормозят открытие, а мы все время их начинаем использовать, потому что для достижения цели все средства хороши, этому нас научил закон конкуренции, а мы выходим в следующую эпоху, где уже не закон конкуренции действует, а первое, управление должно быть хотя бы какое-то и второе, нам нужно искать выход, он единственный и найти его можем мы только вместе. То же самое, вот, если вы высказываете сочувствие на словах и уговоры, это вообще ерунда, это как правило происходит, когда третий вмешивается в конфликт и говорит, ну что ты, ну притворись в конце концов, что ты ее любишь, вот здорово, то есть вы усугубите конфликт и влезете туда еще больше. Дальше, отшучивание и уход от разговора, это очень четкая политика определенных людей, которые считают, что если отшутиться и не вступать в конфликт, он погаснет, он не погаснет, а разгорится с новой силой. Пока вы не откроетесь и не выясните, какая взаимная боль преследует вас обоих или вашей группы, ничего не получится. Как ни жаль, понимаете? Не хочется это вытаскивать как бы наружу, даже в узкой группе, но тем не менее, пока это не будет решено, все это будет бесконечно как бы транслироваться дальше. Гена, микрофон тебе дать? О чем вы говорите? Там руку ты поднимал. Так, пустые извинения, пустые извинения, смешная штука. Слушайте, если вы свое извинение говорите прости, не наполняете это чувством, это еще больше вызывает агрессию, потому что партнер такой же искренне умный человек, как и вы, и прекрасно видит, как вы врете, как вы только что заметили, что он соврал. То есть, в испрашивании и расследовании самое страшное, что преследуют семейные ссоры. Вы уже почти разрешили конфликт, и вам уже принесены извинения, и в этот момент вы вдруг начинаете выспрашивать, ну как оно там было? Это очень многие люди так делают, понимаете? Потому что у вас, видите ли, возник интерес, что вы делаете? Только все затухло, вы костер ведром воды залили, и тут здравствуйте, он снова разгорелся в другом месте. Дальше. Ваши интерпретации, предположения и загадки не имеют никакого отношения к конфликту, догадки. Если у вас конфликт в стадии разрешения, а вы начинаете интерпретировать слова человека, который с трудом согласился на какие-то определенные просьбы вами высказаны, то он тут же падает в агрессию и говорит, да он ничего не понял, еще я буду выполнять его просьбу и понеслось обратно. Вот эти вот все вещи, пусть они у вас останутся, так же, как и мы, мы живые люди все, мы не можем этого избежать. Вот это из области японской, на нашей могиле будет написано он старался, мы будем стараться, мы не сможем подойти к этому совершенно, мы живые люди, но в момент, когда мы поймали себя на том, что мы угрожаем, припоминаем, обзываем и сочувствуем только на словах, выдвигаем интерпретации и предположения, у нас получается ерунда. Да, Сережа. Формальный вопрос, фактически я предыдущий вопрос усиливаю, а тогда получается, что в общем любое наше вербальное поведение в конфликте, по-моему, с одним из этих принципов автоматических блокираторов вступит в конфликт. Получается, что в конфликте возможно только невербальное поведение, или я чего-то не понял. Я вопроса не поняла, переношу его. Верни обратно слайд. Вот смотри, здесь масса требований, чего делать нельзя. Приказывать, предупреждать и так далее. Все, поняла вопрос. Так, и вот мы как раз с вами будем практиковать антисистемы к этому. То есть мы с вами будем оставшийся кусочек времени и в том числе и конфликтную ситуацию разыгранную стараться делать так, чтобы при всех этих ограничениях перейти действительно к открытой инновации разрешения конфликта. Мы до этого не дошли, то есть это как бы спасибо, но так и есть. Я утверждаю очень смелую вещь с точки зрения психологии, потому что это убеждение не очень принято. все конфликты идут от непонимания. Вот это моя субъективная теорема, я прошу ее сейчас пока принять вас как вот ну тезис полезный нам для практической работы. Больше мне не о чем вас попросить, потому что мне никто рационально не доказал, что это так. Поэтому мое убеждение может быть ошибочным для некоторых ситуаций. А можно я добавлю пару слов? Да, пожалуйста. А там все очень просто. Я думаю, что многие здесь присутствующих, особенно те, кто пытается выстроить какие-то предпринимательские будущести свои, знают такой, так сказать, журнал, который называется Harvard Review. Harvard Business Review. Они в свое время обратили внимание на то, что как устроена допустим реструктуризация любой компании. Вот компания живет, вот она каким-то образом приходит в упадок, вот какая-то у нее локальная проблема возникает и прочие вещи. И вот они начали спрашивать, а собственно говоря, что является причиной вообще неправильной работы компании? Как правило, когда говорится о том, что нужно что-то менять, меняется структура, назначается новый руководитель, меняются связи в иерархии, обновляются идеи, еще что-то и прочее, и прочее. И какое-то количество времени складывается впечатление, что компания работает хорошо. Но потом опять проходит буквально год-полгода и начинается все по-новой. Это статистика, которую они же сами приводят в этой работе. А дальше они распределили по этажам самые важные позиции, почему компания плохо работает. Вопрос в студию. Можете предположить, что занимает первую строчку в этой позиции и составляет 18-19% от общего числа компаний, причин, почему они плохо работают. Совершенно верно. Информированность сотрудников, чем занимается компания. Они нахрен не понимают, я приношу извинения за резкость, что же в этой компании происходит, для чего они существуют на этом месте. то есть в данной ситуации, просто я немножко усилю то, что говорит Елена Борисовна, это уже не понимание между людьми и структурой, но как следствие все равно все между людьми. Ну вот это очень мне кстати как бы и вопрос и ответ, спасибо большое, потому что уровень непонимания это сейчас пронизывает всю нашу жизнь. И смотрите, как формируется конфликт. Это система по известному православному проповеднику господину Валявскому, автору христианской педагогики, достаточно в общем интересному такому человеку, который работал с конфликтами в 90-е годы, когда конфликтов было колоссальное количество и они были связаны с тем, что люди не понимали, что происходит. Дети не понимали, почему родители начинают там пить, а некоторые убивают друг друга. Как происходит значит такой обычный круг, да? Я не понимаю, а он не показывает ничего, то есть сидит набычившись, да? Он закрыт, не доверяет мне, хотя я к нему с чистой душой пытаюсь прояснить ситуацию, я же не понимаю. то есть смотрите, как получается, я агрессивно не понимаю. Нет, вы мне объясните. То есть он не доверяет, агрессивный, ну что ж, значит надо нападать. Это очень, кстати, характерная ситуация преподавателя, студент в аудитории. Запросто происходит. Дальше, я, конечно, был в позиции непонимания, ну раз я уже понял, что надо нападать, я закрываюсь. То есть это значит, что я не обозначаю свои слабости, сомнения, а в том числе и свои возможности для договоренности и нападаю. После этого происходит один такт следующей нашей стычки, но понимание у меня не прибавилось ни на йоту. и я обратно, и кручусь я так, как белка в колесе. Следующий вариант. Если из позиции я не понимаю, я делаю вывод, что так, реальность в чем? Я что-то не вижу, он что-то не видит. То есть у меня другое восприятие реальности. То есть первый раз я его обвиняю, то есть он мне не показывает чего-то, я и не понимаю, он же гад. Ну что же такое-то? Во втором я говорю, так, он что-то не видит, я что-то не вижу. Надо помочь, вот смотрите, это решение проблемы, надо помочь хотя бы прояснить ситуацию. Чтобы прояснить ситуацию, надо самому открыться. Здесь очень большой, говорят, риск у людей. Это тут меня сейчас и стукнут. То есть соционики говорят, вот он и выстрелит в мою слабую функцию. А иначе будет вообще пустой мордобой. Может и выстрелит. Если вы так полуоткрылись, а потом раз и захлопнули его своим забралом по пальцам. Это бывает. То есть мы открываемся. Что такое мы открываемся? Мы открываем человеку свои чувства и переживания по поводу того, как мы ощущаем эту проблему. Что она для нас такое? Друзья мои, это антизападный, антиконкурентный способ. И поэтому как бы на это трудно решаются. Как только я открываюсь, я начинаю видеть и понимать хотя бы по себе, куда направлены его удары и устремления. После этого я пытаюсь сначала помочь ему, а потом открыться тоже, а потом делаю шаг к выходу. Проблема в том, что очень трудно от позиции он не видит и я не вижу, не уйти вскрывающийся и удаляющийся. А перейти к позиции надо открыться. Вот здесь такое большое количество убеждений относительно того, что такой сильный человек, а что такой слабый человек, а разве можно с этими соплями выходить к людям и начинается, но выхода-то не будет. Вот смотрите, когда миротворцы договариваются о очень серьезных вещах, где захвачены заложники и так далее, они используют полную открытость и рапорт по отношению к тем, кто задержал заложника. В противном случае никаких переговоров не будет. Вот такой круг Валявского или схема Валявского она очень важна. Суть тут в том, что надо помочь открыться и открывать. Я всегда рассказываю такую ситуацию, когда Валявский с детишками в пальто уже осень шел по улице и еще много с беспризорниками занимался, в свое время было много беспризорников. И беспризорник один к ним прибился, некоторое время ходил с группой, они увидели щенка на берегу, тот вроде взял щенка на ручке маленького совершенно еще, а щенок на этого мальчика написал, и тот вот так вот, как взявший футбольный мяч, запилил этого щенка рядом такое озерцо. Вот смотрите, что тут делать? Это тяжелая на самом деле ситуация для учителя с большой буквы. Нельзя не высмеивать, ни нравоучения, ни проповедь, ничего тут не прочтешь. Потому что ситуация совершенно неадекватная с точки зрения морали учителя, но ситуация сложная. В 90-е годы тут все беспризорники Валявский, как и был в пальто, заходит в озеро, вытаскивает этого щенка, ну как, зашел там почти по пояс, вытаскивает этого щенка, прижимает себя, гладит, подает этому мальчику и говорит, там, уронил его, ну теперь отогревай. и все нормально, понимаете, это завершающий вот момент. Все как бы, здесь все все поняли. Мальчик кинул его, что называется, он описывал его, тот в агрессии кинул этого щенка, сделал большую ошибку, что ему надо говорить, что он, что называется, бездранственный подонок, ему 11 лет. нет. То есть, что надо было сделать ему, показать, что я взрослый, поэтому я могу исправить твою ошибку, но дальше, так как ты в этом виноват, вот случилось нехорошо, он утонет и умрет, теперь прижми его к себе, отогревай. Понимаете, и вот момент, вижу и понимаю, помогаю, он помог ему тем, что сделал за него вот эту вот работу, мальчик не полез бы в воду, а другой бы несознательный учитель сказал бы, вот теперь полезай в воду и спасай его, и что бы было, никуда бы мальчик не полез. Это 100%. Вот это вот такие вот так называемые сложные решения конфликтов. И сколько не рассказывая в аудитории этот конфликт, никто не находит решения, кроме того, что сделал Валявский, никакого никто не находит решения. Как выйти в такой ситуации педагогу? Обычно все находят решение, ну, придется как-то там, кто-то милицию пытается звать, кто-то что, какая тут милиция? Вы понимаете, решение конфликта это дикая карта. Решение конфликта с полным непониманием того, что происходит, с полным непониманием ручащегося мира, с полным непониманием того, что там чувствует себе этот мальчик, это очень сложный момент. Ну вот смотрите, стиль поведения конфликтов. Ну что ж, сейчас мы проведем такой эксперимент. Есть ли люди, которые, в общем-то, считают, что очень хорошо могут оценить свои стили поведения в конфликте? Ну, поднимите руку тот, кто хочет сейчас стать жертвой нашего эксперимента. Мы сейчас будем делать эксперимент с одним человеком. Вот. Ну, пожалуйста, Геннадий. Ну вот, Геннадий, пожалуйста, садитесь рядом со мной. Вот. Сережа, а ты мне дай, пожалуйста, свой блокнот с ручкой. Он просто тут лежал, а я думала. Нет, вам ничего не нужно. Ну, вот мы сейчас с Геннадием будем проводить исследовательскую работу с точки зрения, открытую совершенно с точки зрения его, как бы, оценки, участия в конфликте. Ну, вот сейчас вы, значит, Геннадий, послушайте. Вот у нас понятно, что позиция акулы, вот, это позиция конкуренции. Понятно, что мои интересы или никаких. Я все себе заберу, а вы, значит, погибнете. Это понятно, как бы, акула вероломна, использует все способы, переходит на личности, но зато всегда побеждает. Честно, нечестно, с пониманием, без понимания, по крайней мере, старается. Ну, дальше едем. Избегание. То есть, есть такой стиль поведения в конфликте, когда мы избегаем разговаривать о том, что произошло. Мы переводим тему. Ты должен мне денег, когда отдашь? Какое небо голубое? Вы думаете, очень легко справиться с таким стилем поведения конфликта? Да невозможно. Он переводит разговор на другие темы, у него находятся вдруг срочные дела? Или он вообще молчит и гордо уходит от ответа? Ты его спрашиваешь, а он уходит. Это способ поведения в конфликте. Очень эффективный, если вы не страдающая часть. Гена себе примеривает. Сначала конкуренцию думает, в какой степени он акула империализма. Избегание. В какой момент, когда припрут его с каким-то тезисом, он говорит, не хочу об этом разговаривать вообще. Ну и дальше какое-нибудь обвинение скажет, едкое. Ну дальше что? Есть такое присоединение. про те же деньги только. Но я же так тебя люблю. О чем мы тут можем говорить? И вы эти деньги никогда не получите вообще. Присоединение к человеку и игнорирование конфликта. Если избегание, он уходит и демонстрирует тебе, что, в общем, ты недостоин с ним общаться, и вообще он сделал тебе как бы любезность, что взял твои деньги, то присоединение это называется вот такие мытьучки. Ну мы же все такие хорошие люди и так давно уже здесь работаем. Ну вот как бы тебя спрашивают, когда ты, что ты работаю это не сделал? Говорят, ну когда мне было? Я так вас уважаю, Николай Юрьевич там, или Сергей Борисович. Ну вот как бы о чем тут звон? Поэтому у нас есть избегание такое вот минус игнорирования присоединения плюс игнорирования. Понятно, что в серединке сидит лисочка-лиса. Что такое лиса? Это компромисс. Тот, кто боится быть акулой, всегда делает вид, что он очень мягко стелет. Но вам известно жестко спать. Почему? Потому что лиса у нас по мифологии обманщится. Значит, когда вы вступаете в отношении компромисса, вы исследуете следующую стратегию. Первое. Постарайтесь вызвать противника на откровение и открытость, сами же утаить часть своих интересов. Старайтесь как можно быстрее договориться о тех вещах, в которых у вас есть проколы в договоре, чтобы потом заострить внимание на том, на чем вы уже давно готовы согласиться дать отступного. То есть, что такое лиса? Это хитрость. Что такое компромисс? С точки зрения триза? компромисс хуже любой из альтернатив. В этом плане акула честнее. То есть, или будет по-моему, или никак не будет. А компромисс ну что вы! Я хочу и ваши интересы учесть, и свои интересы учесть. Только потом в договоре получается почему-то только мои интересы. Так уж вышло. Поэтому у нас существует такая позиция. Ну вот сейчас гена нарисует себе вот этот вот и распишет ситуацию ну сто процентов. Ну что такое сотрудничество? Единственный эффективный способ. Как только что рассказывали в Алявске, я специально его не рассказывала. Открываемся, обсуждаем реальные интересы, реальные цели, что хочется, чего хочется добиться. И выбираем область, в которой действительно можем договориться и дальше продвигать договоренности. Это сотрудничество, совместный труд по решению проблемы. Вот мы на данном этапе можем решить такую проблему. Честно говорим, что ну что ж, как бы мы действительно с точки зрения наших интересов мы готовы поглотить вашу фирму. то есть то есть это интересы, мы видим то есть ваши как бы страстные потуги остаться независимыми. если мы мы работаем и мы в парадигме сотрудничества, мы говорим, вы знаете, мы даем вам возможность вот так вот так существовать и даже будем давать какие-то, может быть, будем иметь по отношению к вам какие-то кредитные обязательства. но с точки зрения там функционера своего холдинга вот у вас есть полтора года либо как бы прорваться, либо ну мы вас там поглощаем. Другой говорит, вы знаете, нет, нам как бы это не интересует. Тогда давайте создавать параллельный и так далее. Что мы можем сделать для того, чтобы взаимные интересы соблюдать, взаимные чаяния и чувства соблюдать и соблюдать в том числе прогнозную форсайтную рамку. Это сотрудничество. Поэтому здесь вот так вот это эффективный способ, единственный эффективный способ поведения в конфликтах, который производит пользу из конфликта. Все остальные производят вред. А это пользу. Но это очень трудно, потому что стоит дилемма Валявского. Что такое вот сотрудничество? Это залезть в реку, в ноябре вымочить свое пальто длинное, взять этого щенка, и еще сделать единственный правильный выбор гуманистический. Протянуть его мальчику, что я тебя не виню, но надо как-то исправить эту ситуацию. Вот что такое сотрудничество. Потому что совместный труд у вас может быть с големной структурой государства, как вас обучал вчера, прошлый раз Сергей Борисович Переслигин. Поэтому у тебя вот здесь сотрудничество, здесь избегание, здесь присоединение, это компромисс, а это конкуренция. Вот Гена сейчас работает сам с собой и 100% разделит таким образом, чтобы с точки зрения Гена это была честная позиция. Ну написал, значит, ты считаешь, что ты, конечно, акула, и ты пишешь 80% акула, а 20% остальные по 4 разбрасываешь, или ты считаешь, что ты там все время избегаешь, он куда-то уползет, значит, у тебя здесь 70% ставишь, здесь столько процентов вместе, чтобы получилось 100%. Вот человек сейчас сам будет заниматься своей оценкой, вы сами можете подумать о себе сейчас пока, пока Гена этим занимается, кто вы больше. Ну вот пока тут Гена занимается, он сейчас как бы заполнит свою табличку. Лера, ты кто у нас? Зависит от ситуации, от того, с кем конфликт. Ну в значительной степени, кто ты больше? Ну стараюсь, конечно, к сотрудничеству, но часто бывает либо акула, либо чипа. к сотрудничеству, но если не получается, то либо лиса, либо акула. Чаще лиса. Вот смотрите, ситуация, вообще человек не использует очень эффективных стратегий, морочить голову людям, ну и так далее, каждый человек может оценить. теперь мы попросим сделать такую работу. Значит, я буду вам показывать. Геннадия мы посадим лицом, вот, спиной к залу лицом сюда, садитесь, пожалуйста. Нет, ну зачем посмотрите, вот это вот как бы сейчас аудитория даст портрет, что она думает. Вот, поэтому вы будете так, если вы считаете, что с вашей точки зрения, вот вы Геннадия видели, видели, как он здесь сидел, знакомый с ним до этого и так далее, вы вполне себе можете оценить, что же такое, сколько же у нас тут рук поднимется. Сергей Борисович мы попросим сюда сесть, он будет тихо вести эту регистратуру. Я буду показывать лампочкой, вот, например, там, на сотрудничество, и вы тихо и безмолвно будете поднимать руки. Сергей Борисович будет считать и записывать в кружочек там, да, там, ну, конечно, дружочек, да, конечно, несколько. Смотрите, вы ведь считаете, что у Гены есть, например, такая, поднимать руки несколько раз. Конечно, как правильно уже был задан вопрос, пожалуйста, можно не поднимать. Сергей Борисович у нас счетная палата, он аккуратненько вносит все это, пожалуйста, вот у нас какой конкурентный ген, а никто, я вижу, тебя не записал туда, абсолютно безвольный мэн. Ну что ж, теперь сюда поедем, конечно, склонен к компромиссам. Ничего не пустить, ничего не упустить, ничего не отдать, ну ладно, это отдадим, все равно не нужно, я уже был готов этого отдать. Ага, Сергей Борисович, счетная палата, опять никто не обозначил тебя сюда. Ну, наверное, Гена, это сейчас, я думаю, будет тут сто рук. Вот, да, конечно, весь зал полон рук, понятно совершенно, что Гена у нас использует всегда агрессивный уход. А, нет, слушайте, я думаю, посчитал, да, счетная палата, Сергей Борисович, отлично, вот, я ошиблась, слушайте, психология дала сбой, конечно, это мы все тючки, мы присоединяемся все друг к другу и ничего не делаем. Отлично, да, все, да, тоже полный зал, я так и думала, что Гена у нас живет здесь на нижнем этаже, не то, что Женечка. Вот, и, наконец, сотрудничество. Ну, тут, конечно, никого нет, он не способен к сотрудничеству, сразу видно. Так, счетная палата. Так, вы заполнили, да, спасибо большое. Ну, и что? Да, конечно. Ну, теперь мы оглашаем результаты. Вот, смотрите, как у нас все получилось. Сам Гена оценивает себя, то есть, как человек, который делит конкуренцию, компромисс, сотрудничество в равных долях по 30%, и у нас по 5% избегания и присоединения. То есть, смотрите, очень хорошая рефлективная позиция. человек выделяет свои три основные стратегии, но говорит, что да, у меня бывают случаи, когда я вынужден прибегнуть к этому полю. Вот, а теперь мы посмотрим, как на самом деле разделились люди. Что о тебе думает общество? Общество думает о тебе следующее. Да, 10 человек считает, что ты способен конкурировать как акула. и 10 человек считает. Да, то есть, очень четко. И 10 человек считает, что ты компромиссами тоже одарен, достаточно у тебя тоже. Дальше, смотри, сотрудничество. К сожалению, ты себя оценил, как у тебя это равная стратегия с конкуренцией и компромиссом, но меньше людей видели тебя в сотрудничестве, поэтому их всего 7. То есть, они отняли у тебя 20% сотрудничества. Надо задать себе вопрос. Более того, принцип, как бы все мы веселые тючки, а делать ничего не будем, 5 человек тебе назвали. это не 5% гена, это 15%. Поэтому, значит, некоторые люди считают, что действительно, или поддались моей агитации, что ты работаешь в системе присоединения. И три человека считают, что ты работаешь в избегании, но это чуть-чуть больше, чем то, что ты сам себе назначил. у гены достаточно четкая карта восприятия себя и других. То есть, это имеет значение, потому что, когда вы делаете это в школьном классе, выходит девочка вся-вся белая и пушистая, ставит себе 90% сотрудничества, после этого она поворачивается лицом к доске и 26 человек из класса обозначают ее акулой. Вот это называется. Гене, спасибо большое, садись. Но недолго. Делайте это упражнение сами для себя. В данном случае Гена продемонстрировал рефлексивную позицию, которая имеет значение. Понимаете все, что сотрудничество самое трудное? Мы с вами работаем в системе сотрудничества, совместный труд по решению проблемы. Ну, вы анкету посмотрели, мое поведение в конфликте? Вот. заполните ее на досуге, если захотите. Сейчас не надо это делать, чтобы мы не повторялись. Какая беда? Ну, да, есть такие люди? Каждый час. Кто там бывает, как часто бывают участники конфликта каждый час? Если живы, то это отлично. Вот. Что такое система открываюсь, да, система я сообщения? Начинается со слова ты. и после этого злобная тетенька в гардеробе говорит, а ты мне не тыкай. Слово вы ничуть не лучше. Тут на самом деле как бы очень серьезная ситуация состоит в том, что с самого начала человек погружает другого в конфликт. Он предоставляет ему вы обвинения или ты обвинения. Он говорит, что тот плохой, а тот совсем не думает про это. И может быть, так как вы не понимаете, этого не делал. Теперь смотрите, какая ситуация. Если вы находитесь сейчас в ситуации реального конфликта, вот вспомните ситуацию конфликтную. Вспомните, что вас когда-то что-то злило или даже это сегодня происходило. Попробуйте мысленно сказать о своих чувствах. Со слова я, а не со слова ты. Что можно сказать о своих чувствах? Я расстроен, я растерян. Смотрите, какая дурацкая ситуация для нас, привыкших побеждать в конкурентной борьбе, как акула бизнеса. Вдруг сказать о своих чувствах, я растерян. Кажется, сущим идиотизмом. Как это в конфликте вдруг сказать, я растерян. К чему это придет? Или да, я в сомнении, я в нетерпении, мне просто ужасно. Да, можно. С незнакомым человеком конфликт, как к нему обращаться, чтобы не выкать, не тыкать и гражданками не обзывать? Гражданками не обзывать? Почему? Ну, это вроде тоже, знаете, если гардероб сейчас скажешь, гражданочка. А вот у нас, например, есть Николай Юрьевич Ютанов, который ко всем женщинам обращается, милая леди, а ко всем мужчинам прекрасный сэр. Ну, то есть, вот у меня конфликт в гардеробе, я к ней, милая леди, должна обратиться? Именно так. Уважаемая, это тоже, знаешь, во время конфликта. Уважаемая, это обращает таксиста, когда вы выходите из аэропорта. В первом пункте рассмотрены только знакомые как бы лица, когда на самом деле конфликт с незнакомым лицом, непонятно. Нет, вы должны найти это, понимаете, если вы считаете, что же... Начнется, вы меня хотите записать и пожаловать с начальством, подумать так. Нет, это не начнется, это очень, то, что вы задаете, это очень трудный вопрос, потому что мы с вами не привыкли начинать конфликт с уважения и номинации, обозначения человека, а кто он такой. Это действительно очень трудно. Вот я говорю, Коля нашел такой способ. Вот он говорит ко всем, вот он как бы молодой, красивый мужчина, поэтому, когда он говорит милой леди на женщину, которая сейчас хотела его укусить, сидя за столом там в своей канцелярщине и все прочее, но тем не менее он для себя нашел. А у нас с вами в культуре, в языке начинается вот эта ерунда. Гражданочка. Нет, еще, Лен, извини, я попытаюсь объяснить. Понимаете, если вы попросите представиться, но попросите представиться открывшись, а не в стиле защиты такой, а вот как тебя зовут, да, я сейчас запишу и начальство пожаловывается. Документы у тебя есть? А когда вы хотите, вот внутренне хотите познакомиться, тогда ответная агрессия либо она уменьшится, либо ее вообще не будет. Это верно, потому что сейчас, если как бы у меня самое страшное место в моей жизни почта, то есть я вхожу, у меня начинается истерика. У нас такая почта, там работают люди, не знаю, откуда они взялись, но они люди такие же, как мы, такие же граждане Санкт-Петербурга. Поэтому, входя на почту, уже знаю свой сюжет. Я рассматриваю, там всегда у всех, кстати, сейчас, если это как бы, ну, какие-то ведомственные предприятия или что-то еще, всегда есть имя. С диким изумлением мне улыбается женщина, когда я ей говорю, то есть, Вера Сергеевна, вот у нее там написано, Вера Сергеевна Тумблер. Не виновата. Фамилии бывают разные. Если гражданочка Тумблер, то это ужас. Поэтому, я очень виновата, я начинаю. Ну, потому что я пришла три минуты, а мне надо искать из каталога Квелли по этой, по старой бумажке, у меня не было три недели и так далее. Вот. Этот момент, как ни странно, несмотря на то, что он детский, он на самом деле создает у человека впечатление, что он не будет на тебя наезжать. Вы понимаете, все люди, которые заорганизованы големом, голем очень давит или голем. когда вы приходите и обращаетесь в бесконфликтной ситуации, вот, то вы попадаете, по крайней мере, на ступор. То есть, еще она не верит в том, что вы вежливы и не хотите задержать ее на 15 минут, что ужасно. Ведь, понимаете, это люди, которые обладают, к сожалению, убеждением, что если я сейчас не уйду, эти 15 минут мне никогда не отдадут. После этого вы можете, как заправский НЛП, спрашивать, а что случится, если вам не отдадут? Ну что ж, значит, это случится. Понимаете, вот это убеждение, которым люди полны. И единственное, что мы можем сделать, это на нашем уровне, это убеждение разбить. Но мы с вами рассматриваем глубокий и личный конфликт, который находится у нас в малой группе между мужчиной и женщиной, между друзьями, между родителями и так далее. наша тема личные конфликты. Если мы сумеем подниматься над личным конфликтом, ничего страшного не будет для нас в обществе. Потому что остальные люди проще, смотрите, сказали о своих чувствах, о своих чувствах страшно придумать. Вот если вы сейчас сможете придумать какие-то чувства, это очень хорошо. Потому что кроме я разгневан, я рассержен и так далее, это звучит, во-первых, уродски, а во-вторых, мы с вами словарь чувств забыли. Мы его не используем, мы сидим в уровне рациональности. Дальше вам придется описать ситуацию, как вы ее видите. То есть сказать свое видение. То есть я вижу, что никак мне не успеть получить эту посылку. Вы не о том говорите, что дурацкая ситуация вечно вечно на вашу почту, как не придешь, так никого нет, и второе окно закрыто. А вы видите ситуацию, что вам придется стоять весь перерыв. Это ваше видение ситуации. Дальше вы можете обратиться к человеку с просьбой, чтобы она потратила еще, и вы сейчас заполните все документы, лишних две минуты. и будьте готовы, если она скажет, вы у меня уже десятая такая, спокойно удалиться. Первое, 90% таких просьб удовлетворяются, потому что вы сказали о своем прогнозе ситуации, который мог идти в пользу ее или его. Понимаете, в чем дело? Вот здесь важный момент имеет, может быть, я думаю, что это лежит в бэкграунде, несмотря на то, что это американскую методику, я вам расскажу, а не русскую вовсе. Имеет значение христианство. Мы ожидаем милости Бога, но не требуем ее. То есть гневить Бога и требовать от Него великодушия, прощения и так далее, довольно странное занятие. Это большое целое. Мы находимся в руках судьбы. Поэтому вот когда мы понимаете, воспринимаем свой какой-то конфликт, возникают такие вещи, читая такие лекции в центре переподготовки работников, с разной специальности люди переучиваются на экономистов и так далее, очень мало кто сумел сформулировать даже формально какие-то такие слова, которые бы не оказались скажем так неискримим набором фраз, которые могут как бы ну создающим клише. Тем не менее, это то упражнение, в котором надо тренироваться и найти нужные слова, потому что никакое открытие по-валявскому не произойдет иначе. Поэтому, если мы разговариваем с мамой, бабушкой и так далее, я видела одну очень эффективный способ возразить на мой наезд вот таким образом. Я это запомнила навсегда. И надо же синхронизации случиться, что вчера перед лекцией вот вашей я встретила эту даму, потому что я когда-то с ней работала в школе, мы обе были заучами. Вот, только я была заучем по информационному обеспечению, а она заучем, по научной работе. Вот, так как я вела себя в школе очень плохо, я считала, что, как бы, я все знаю, как, что надо делать, в общем. И почему-то у меня были прекрасные отношения с директором, и, видимо, со мной нельзя было бороться, поэтому меня как-то все нормально воспринимали. Поэтому я позволяла себе по отношению к более старшим, она старше меня на 10 лет, сотрудникам иногда совершенно неподходящие по тембру базарные высказывания. И я, как всегда, наехала на эту Лидию Ивановну по поводу того, что мне казалось там несистемным и так далее, прямо в учительской. Я это сделала, в общем-то, с усмешечкой, высмеиванием, да, чтобы все обратили внимание, что я такая умная. Знаете, меня потрясло до глубины души, как она отреагировала. Она сказала, Елена Борисовна, я сейчас так растерялась, что я не могу ничего даже путного вам возразить. Я так как-то, нетипичная реакция. Я-то думала, что сейчас мы классно поругаемся. И после этого она говорит, понимаете, у меня такая ситуация, мне вот сейчас через две минуты на урок. И я вижу так, я вижу историю, что я просто буду в такой же растерянности первые две минуты стоять перед классом. Знаете, я вам скажу, мне никогда так было, не было стыдно. Она ничего не сказала в том, что я плохая. после этого она сказала, знаете, если действительно есть какие-то ко мне серьезные претензии, можно после уроков, вот я после двух уже никогда ничего не веду. Смотрите, она обратилась с просьбой о том, что я имею право на нее вопить, как резаная. Но можно попросить это сделать после ее занятий. Вот я ее вчера встретила. Она сказала, что страшно рада меня видеть. А я мгновенно вспомнила эту историю. Вы знаете, это очень показательный прием. Показательный прием, когда ни с того, ни с сего молодая девушка секретарша на как бы вопиющегося лидера, вопиющего лидера произвола, грозного начальника там 60 лет, который как бы уже не может претендовать на то, что стать ее партнером и орет, как резанный. она может совершенно сказать, Александр Степанович, я очень волнуюсь, когда кричат. И я в прошлый раз даже стакан разбила. То есть я согласна требования, я вижу эту ситуацию, что все права есть, наверное, что-то не сделала. Я сейчас ощущаю, что что-то не сделала. но можно я тогда буду отходить от стола, как только какой-то громкий голос, потому что я просто боюсь порушить ситуацию. Вы понимаете, что человек, которому не предъявили ни одной претензии, никогда больше не будет так себя вести, потому что она оставила все вопросы ему. Что здесь ценного? То, что человек обозначает свои чувства. Он открывается. Понимаете, что происходит? В связи с тем, что вы делаете чувства вот такие. Многие люди в личных отношениях не знают, что своим поведением они вызывают совсем не те чувства, которые ожидают. Мужик, который наорет, он очень любит эту девочку и всех своих сотрудников. Он просто считает, что такая коммуникация вполне допустима. и если он в ответ на это вдруг ни с того ни с сего скажет, домашенько, я такую тебе чувствую отеческую любовь, что просто мне как дочку я и дочь свою гоняю, как вошь по бане, и тебе мне хочется помочь, чтобы ты в жизни была успешной и так далее. Знаете, это будет совсем другая ситуация, чем ей каждый раз кажется, что она такая молодая и он унижает ее при всем честном народе. И вот они взаимно обменялись этими сообщениями и у них все получилось. американцы вели посредничество посредничество это уважаемые люди с двух сторон отведения конфликта, которые следят за тем, чтобы в вашем конфликте не нарушалась идеология сообщения и больше ничего. Вот это на самом деле длинный перевод специально сделанный вам для того, чтобы на всякий случай у вас был. Вот это тот запас, который карман не тянет. Это подробное описание методики. Понимаете, почему важно два посредника? Потому что в личной ссоре мужчины и женщины если попадается женщина со стороны подруги, вы думаете, что она делает? Становится на сторону одного из них. Или женщины, потому что женская солидарность, или мужчины, потому что половой вопрос. Вот и чудно. Посредника должно быть два. Особенно это касается посредничеств в конфликтах национальных и так далее. У одного человека всегда есть шанс самому эмоционально включиться. Тогда второй возможно будет стоять на страже выполнения процедуры. Как ни странно, решение конфликта это процедура. Процедура состоит в том, чтобы следить за отсутствием ты обвинений и наличием я сообщений. Поэтому здесь посредники говорят, что мы здесь не за тем, чтобы судить и карать. Мы не имеем права что-то говорить о вас. Мы хотим помочь вам услышать друг друга. То есть представляете себе два коммутатора. То есть две коммуникативные трубки, через которые люди говорят, потому что некоторые люди не могут работать с конфликтами. Ну вот обычно если один говорит о том, зачем я здесь, чтобы помогать и следить за регламентом выполнения, а не фактически технологи, это не субъективные участники конфликта. То второй говорит, как бы, что нужно задать сначала вопросы. Вот знаете, самая главная ошибка всех конфликтологов в том, что они начинают решать конфликт, не спросивши у сторон. И вы никогда так не делаете. Если ваша вторая сторона не готова разрешить конфликт, значит, этот конфликт разрешен не будет. И война не будет закончена, несмотря на все ваши усилия и ваши я-сообщения. То есть вот это ограничение конфликтной ситуации. То здесь как бы едины австралийская методика, российская и американская. Если люди не готовы и не признали это, не номинировали эту фразу, разрешить конфликт ничего не будет. Второе. Необходимо говорить правду и предупредить об этом людей. Люди начинают падать в компромисс и говорить полуправду, еще чего-нибудь. Дальше. Необходимо слушать не перебивая. Очень страшно слушать не перебивая, если человек говорит о своих чувствах. И очень странно, что люди не думают о том, чтобы показывать уважение друг к другу. И если вы работаете посредником конфликтов, стоит учить их это показывать. Или становиться на их позицию и показывать уважение к тому и к другому. Ничего не получится. Если люди согласны соблюдать правила, то есть уважать, хотеть разрешать конфликт, говорить правду, слушать не перебивая, значит с этого момента можно начинать решение конфликта. Вы попадете в такие ситуации обязательно. Возьмите себе второго и разрешайте его, потому что это трудная задача. Дальше смотрите, как работают посредники. Они спрашивают, что произошло. и здесь надо выслужить обе позиции. Дальше вы должны как посредник повторить позицию стороны, которую слушаете, для того, чтобы выяснилось, правильно ли вы поняли, что здесь происходит. Здесь происходит избавление от убеждения, что я что-то напридумывал к тому, что случилось. Нет, здесь происходит что случилось. То есть случилось может быть следующее. То есть на соседней парте он гримасничал, а я подумал, что он надо мной издевается и строит рожи мне, а он строил рожи тому, кто стоял у доски. Вот что произошло. И кровавая драка на перемене в 10 классе американской школы не должна была произойти, если бы все поняли, что произошло на самом деле. Поэтому здесь важная ситуация, что случилось. Да, да, пожалуйста, Сережа, дай этот микрофон. Да, у меня вопрос небольшой, но уточнение. Я правильно понимаю, что при этом сами конфликтующие между собой не видятся? нет, они сидят тут же. Да, вот это посредственно в конфликте. Вот у нас конфликтует Женя и Клера. Сидят два посредника и спрашивают правильно ли я услышал тебя. И говорят, извините, Женя, вы можете назвать Клеру по имени и обратиться к ней по поводу того, какие чувства вы испытали в связи с ситуацией. тут Клера вскакивает и говорит, я не хочу больше вообще тут ничего разговаривать. Посредник говорит, правильно мы поняли, что вы отказываетесь от задачи решить конфликт и так далее. Правильно вопит Лера и убегает. На этом все закончено. В данном случае это процедурные штуки. Почему эти процедурные штуки нужны, хотя кажется, что можно просто поговорить за рюмкой водки? Потому что разговор за рюмкой водки заканчивается бесконечными эпициклами. И вот задрючило железо опять все крутится в одну и ту же схему. Поэтому смотрите, мало того, что посредники следят за тем, чтобы было я сообщение, посредники следят за тем, чтобы сохранялась реальность. То есть нет, ни Женя побежала жаловаться во внешнюю разведку. и никто не побежал туда жаловаться, а просто на третьем этаже был туалет и там же внешняя разведка. Понимаете, очень важно установить такие вещи, потому что есть супружеские ссоры, с которых развод происходит из-за того, что муж приходит вечером с работы, видит, что на белом ковре, который он так купил и выбирал и так далее, все время пепел и ему начинает казаться, что это, конечно, к жене кто-то приходил и после длительных разборок, ревности, вопли и так далее, изменений, подозрений, воспоминаний о том, что когда он был в командировке, он тоже приехал в губной помаде, выясняется, что его молодая жена неряха и сама стряхивает пепел на ковер. А они до этого обсуждали моменты взаимоотношения мужчин и женщин, ревности и так далее с привлечением соседей, психологов и бортобоя. Вот это очень часто получается. То же самое родители поссорились по поводу того, в какой институт идти мальчику, вот, а все дело состояло в том, что как бы мужу очень не нравится, что жена все время носит сапоги на низком каблуке. А до этого было привнесено, что она плохая, и так далее. Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова